Приветствую вас, вы знаете, ну давайте для начала скажем, скажем, про войну, да, насколько мне известно, численность армии Российской Федерации достаточно большая, там как бы нет любителей мата, если есть, то это не критично, соответственно, там нет алкоголиков, соответственно, там нет курящих. Если есть, то это не критично, вот, и переодчины защищаться будут именно они, в первую очередь, это их прямая обязанность, это их профессия, вот. Что касается ополчения, что касается партизан, то это всегда, ну, были люди определенной энтузиасты, да, и в любое время, как бы на протяжении всей истории, да, были те, кто не мог оборонять свою страну, целый ряда причин, были те, кто мог, и в случае войны найдутся всегда такие, кто будет свою страну оборонять в любом случае, вот. Ну, просто, может быть, их будет меньше, может быть, они, их будет наоборот больше, вот. То есть, как бы, в этом контексте, я бы сказал, что должны хорошо, что все алкоголики и люди, которые, вот, ну, не могут обороняться, да, они все умрут, тогда это будет естественный отбор, и население станет, в целом, более здоровым. Жестоко, да, жестоко, ну, что поделать в условиях войны, все жестоко, вот. А дальше, значит, какие могут быть плюсы ума-то, плюсы ума-то может быть несколько. Первое, это выражение эмоций в крайне экстремальной ситуации, как показатель исключительности. И второе, я даже три, наверное, аспекта назову. Второе, это для красивого оборота рейн-�и. И третье, это привык доверия. Ну, такие могут быть плюсы ума. Когда же есть любители про то, о-о-о, матом поговорить, ну, опять же, опять же, ну говорит человек матом, ну и что? Ну и что такого? Ну вот он так воспитан, вот такой словарный заказ. Ведь не главное, что человек говорит, главное, что человек делает и как он себя ведёт. Понимаете? Вот. Поэтому для заязык-любителей мат это просто выражение своих мыслей, чем бы это ни было, хорошо это или плохо. Вот. Понятно, что у таких людей есть определённая планка развития, понятно, что такие люди редко когда смогут чего-то добиться, но есть те, кто добиваются, есть те, кто добиваются, есть те, кто чего-то достигают. Вот. Другой вопрос, почему вас это задевает и чем? Дальше. Как сказал кто-то из классиков, эту страну не победить. А этот есть при чём? Мат как бы он к этому не относится. Мне почему-то кажется, что в нынешнее время, когда подростки-школьники уже с сигаретами и алкоголем в зубах, а кто-то, не дай бог, ещё и под наркотиками, если, не дай бог, наступит война за сложнуюсь в Швеции или Китаем, то половина из тех, кто под тем, что это человечество, погибнет тут же. Они зависимые, будут обороняться, но вряд ли долго. А почему долго? Почему не долго? Ну вот, вы поставили выражение классика под сомнение, окей, ваше право. Я поставил ваше сомнение, ваше выражение под сомнение. Моё право. О чём мы здесь говорим? Вы на основе чего выводы свои делаете? Вы как бы вот скажите на основе чего? Если люди будут обороняться, они будут обороняться. Если люди не хотят обороняться, они не будут обороняться. То есть те, кто захотят, ну условно говоря, предать свою страну, они это сделают сразу. Те, кто будут обороняться, они будут обороняться. И почему вы решили всё недолго, это интересный вопрос. Что касается войны, то у вас очень резкий переискок с одной темы на другую. Вот вы говорите про мат, хоп, вы уже говорите, кто-то сказал из классиков, что в эту страну не победить. Откуда, как это у вас связано? Вот. Ну поставили вы под сомнение выражение классика. И что дальше? Что дальше? Вопрос-то в чём? Вот про мат вопрос есть, я вам на него ответил. Про заязлых любителей так же ответил. А дальше что? Смысл вот этого текста, который вы написали. Далее, в чём его-то смысл? В чём вопрос-то ваш? И к психологам ли это вопрос? Вы поместили свой вопрос в раздел зависимости. То есть вы зависимы от всего-то. Иначе просто разговор беспредметный получается. Понимаете? На этом всё. Надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...